приветствую вас мой дорогой зритель что не то я хочу сказать это в конце тоже будет не забудьте подписаться на мой канал поставить лайк и оставить ваш добрый комментарий об этом я еще вам расскажу попозже в конце видео пока пока вроде все здравствуйте дорогие гости и зрители моего канала вы на канале просто шелпан просто вижу меня зовут шелпана я живу в солнечном жарком городе шамкент который находится в казахстане дорогие мои друзья мои куколки мои девочки мои булочки мои короче мои мое все я хотела вас сегодня пригласить просмотру моего такого влога не почти не визуального даже не буду говорить почти визуальный влог нет не визуального влога где я хотела вам показать свою поездку который я совершила недавно поездка была к моим родным к сожалению она длилась всего лишь два дня я по приезду туда я во время того как я еду туда я прям рвусь и прям тороплюсь до попасть ним а когда уезжай я стараюсь оттягивать этот момент чтобы не уезжать быстро но к сожалению это счастье продлилось всего лишь два дня нам надо пришлось ехать домой ревела как обычно все это вы посмотрите у меня в этом влоге думала не буду подключаться не будут вам показывать покажу когда у меня будет уже готовое изделие но я решила ну я смотрю у всех девчонок каждый день девчонки показывают видео и это никому не надоедает судя по их просмотрам поэтому я думаю что мои видео тоже не надоедят вам и вы будете меня смотреть вот давайте вы не переключайтесь берите кофе чай и приглашаю вас к просмотру и 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 остановились на заправке приехали выехали мы 8 не буду врать около 9 и сейчас остановились на заправке там у меня процессик мой сейчас должна вязать жду когда вот этот человек заснет никак ни в какую не засыпает всю ночь хотя ворочался просыпался каждые полчаса говорил что надо ехать и вы не представляете я уже за этот час потеряла точнее постарела на 10 своих лет вообще сложно в закрытом тесном пространстве находиться с маленьким ребенком которого ну реально у них же сейчас они же гиперактивные то у него живот болит то у него еще где-то болит то у него короче не буду плохими словами это все комментировать нельзя вот девочки мы все еще едем надеюсь в течение трех часов мы доедем у меня вот здесь стоит вот проектная сумочка и вязание которому я еще вообще не притронулась не дает нет возможно не дает вообще не дает мне работать а тем догнать моего братишку тоже едет из шамкента и мы подъехали папе там прям так уж он нам позвонил уточнял где и мы его издалека увидели впереди вот едет чуть попозже я вам покажу старшего брата есть на в козлорде ни одной зелени шамкент все равно как алмада там а Спасибо! Наконец-то мы с тобой встретились! И с праздником! А где ты? А где ты? А где ты? Ой, привет! Ой, привет! Пойдем! Мама! Жарим маму! Жарим маму! Ой, а где? Это микро-кролик! Султик ушел! Почему? Куда он ушел? Привет! Султик не придет! Куда он ушел? Домой! О, сейчас сюда попали! Нет! Привет! 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 Ой, мать! Я люблю! Доменко, Самира, иди сюда! Наконец-то я добралась! Вот, это все мои племяшки! Это дочь моего... Ой, моей сестренки родной! Вот и на ручках тоже дочь моей сестренки! Садитесь сюда! Это дочь моего брата! Алина, иди сюда! Алина, иди сюда! Это братишка моего, сын моего брата! Так! Где еще остальные? Маму, вы ловите! Ну, их же нет, сейчас не будем звать всех! Вот! Само же! Уже в кадре деньги мелькают! А! Покоряйте-то мельжи-то! Минута, пищи! 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 Ой, да! Смотри, сколько у Раяны! Много карандашей! Да! Да! Алина, а вот... Позвольте, скажи, всем привет! Меня зовут Самира! Всем привет! И я живу в Козлорде! Всем привет! Я живу в Козлорде! Да! А ты знаешь, кто я? Меня зовут Жаньян! Это Шалбана! Да! А это Ая! Да! А ты меня ждала, Самира? Да! Я вообще не ждала! Жанёка, кажется, меня ждала, да? Да! А ты не ждала, да? Жанёка там кричит! Ай! 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 Здесь уже накрыли стол! Помогает моя сестрёнка! Моя родная сестрёнка! Без которой моя жизнь была бы не такой интересной! На ч Picton. Ай! 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 Мой родной братишка! Я вам сейчас покажу Кварт-дом Так Это у нас коридор Если дойти Отсюда Здесь вот такая кухня Вот это моя снахан Это детская комната девочек Здесь комната взрослых Но сейчас лежит старший сын моего брата И зал Мой родной брат Сам родной Мы приехали Манты Сейчас будем кушать Наедаться Эй, шпи! Жан шығарам А сен шпи! Жан шығарам Ирина? А я коран так под водой плаваю Ирина сидит? Пап Ирина Ирина А сен шығарам 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 Ты ж большая Анасик, зато нас такай Жан шығарам Раяна Сейчас все гости уйдут Все тебе оставят Шпи! Шпи! У меня сегодня казан кебаб На костре Вот мясо И картошка пожаренная Вот так я предварительно обжариваю картошку А потом буду закидывать в раскаленное масло Мясо Мясо жарится Ой, там у нас людский сад Не обращаю внимание И я жарю казан кебаб Так я показывала вроде Буду сейчас пробовать Ну не пробовать еще долго конечно до этого Но я хочу, чтобы мясо было корочкой Сок уже почти что весь испарился И вот жарю дальше Все 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 Внутри 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 Все И там Таня И он Он Наталья Повторяне Субтитры создавал DimaTorzok 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 Маркет лапши 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 А, моё уже как второе, да, идёт? У меня кажется, это круче. А, у меня и лапшичка будет толще. У нас шлифеттику супющих много. Она заходит кладку в торговле. Но там нет аппарата. Да, 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 у нас нет такого. Мне помогают готовить. Вот классно. Ну, тут именно бульонам хорошо. У нас есть коксичные? Ой, у меня перца прям просто упала. Вот это твоё, вот здесь чуть-чуть есть зелень. Это сапелькравки. Чуть-чуть есть её. А где? Так, сейчас я вам покажу то, что у моей дочи. Ну-ка. А, без зелени. Пробуй. А у тебя чё, Султан? Печеньки? Печеньки? Сапша, а мне лапша моя. А? Сапша. Твоя лапша? Да. Сапша моя. Сейчас. Теперь готовится уже моё. У меня моя лапша считается как второе блюдо. И вот мы закинули сюда грибочки. Сюда можно добавлять всё, что захочешь. И сыр, и яичко, и всё остальное. Но я выбрала себе именно в таком варианте. Так. Мой лапман. Сейчас я его размешаю и покажу вам. Что она сделала? Сладковатый, не острый. А Султан, например, востребил грибочки. Необычный вкус. Да, мне нравится. Я чё, Маганда. Ты чё? Маганда. Тебе тоже нравится? Здравствуй. А сам вкусный лапша? Да. Маганда. Маганда. Доча заказала себе вот такое пирожное Мотти. Будет спробовать. Попробуй. Как на вкус? Конечно. Айсултан. На вкус как пирожное шоколаде. Почти такое. Айсултан, а у тебя как на вкус? Сок. Сок. Он вкусный или, кстати, невкусный? Мам-бам-бум. Мам-бам-бум. Кстати, я забыла же сказать. Называется это Юн Маркет. Магазин корейских товаров. Но здесь нереально вкусно. Я поела и доводная. Я не знаю, где это находится. Козлординские, наверное, поймут по виду. Вот. Это было здесь. Это уже мы сегодня у сестренки дома. Вот это моя сестренка, это моя снаха, наша жена. А на заднем фоне наша мама. Мы все собираемся кушать беш. Мы едем домой. А мой, вот, любитель насекомых, и в Кослорде находит то, что ему по душе. Что это, Айсултан? Гусеница. Ой, в Кослорде жара. Ну что, мои девочки, понравилось вам? Посмотрели встречу меня с моими близкими и родными людьми? Все было, дело было в том, что у нас, у мусульман, был в тот момент праздник Курбан-Айт, когда принято по обычаю приносить жертвоприношения в виде, там, барана, кто-то, кто как может, короче, кто на что гораст. И мой зять, он делал жертвоприношения, а у моего старшего брата, у сына 8-го числа был день рождения, но решили исправить его именно 16-го числа, поэтому мы поехали 16-го июля к моему брату домой. Это я все вам показала, вы, наверное, тоже еще могли подумать, что я приехала в гости, но там была как это у себя дома, готовила там, то есть все, но для меня это не как в порядке вещей, все мои близкие любят мою стряпню, они считают, что я готовлю очень вкусно, поэтому я с удовольствием согласилась, хотя у меня мама, они просили меня почистить это внутренности барана, но я, хитро поступив, нырнула в бассейн, я же тоже хитрая, и внутренности я не чистила, решила отдыхать, но, к сожалению, потом, к счастью, меня запрягли готовить курдак, казан-кебаб, казан-кебаб, я говорю, курдак. Вот, дорогие мои друзья, мое вязание продвигается очень слабо, очень слабо, но я должна успеть, я успеть, должна прям вот, вот, короче, бегу, бегу за этим уходящим поездом, я должна успеть, потому что у меня следующий месяц будет прям насыщенный, мне предстоит ремонтик, такой мини-мини косметическая версия ремонта на кухне, а потом у нас произойдет грандиозное событие, я стану свекровью, такое название свекровь, как будто это выпью кровь, ну вот, я буду свекровью, об этом я вам тоже все буду показывать, рассказывать, поэтому меня ждут нереально приятные хлопоты, надеюсь, что я выживу. Вот, тем, что хотела с вами я поделилась, вот мое изделие, которое со мной неотменно находится рядом, очень жарко, сейчас у меня гудит кондиционер, нереально жарко, стараюсь его не подключать, но приходится, приходится включать кондиционер, потому что у нас пекло, ощущение, что мы находимся прямо на самом солнце, потому что очень жарко, вообще, духота и жарище. Вот, вроде я рассказала то, что хотела, буду, иногда, иногда, наверное, буду, если у меня не будет вязания, я все равно буду, наверное, вставлять то, что со мной происходит, потому что, а то вы меня совсем потеряете, а Ютуб потом меня засунет в теневой банк, поэтому думаю, ладно, даже если не каждый по мне скучает, надеюсь, что вы не будете обо мне забывать. Потом я еще хотела, еще раз хотела предупредить, дорогие мои девочки, то, что происходит в шорцах, в шорцах, коротких видео на Ютуб канале, на моем канале, это не все, это я, например, да, если я там матюкаюсь, это не значит, что я, ну, я не отрицаю, что я это, только говорю в классическом жанре, да, и это, что я такая девушка в стиле Прованс, нет, у меня, я умею, как и сапожник, хорошо матюкнуться так, что это уши могут вянуть, но то, что происходит в шорце, это никого не касается, только тех, кто понимает, что это его коснулось, и поэтому не судите меня строго. Недавно мне написали в комментариях, что под тем видео, где я, я создала такое видео короткое, где я написала, ну, тот мир, который я создавала годами, да, где мой ребенок показывает такой жест, фигуру пальцами, да, мне было неприятно, реально неприятно, потому что этого, короче, не хочу плохого говорить, да, дофига и больше на Ютьюбе, и когда человек говорит, что, ну, с моей стороны это неприемлемо и неуважение к моему зрителю, я могу точно сказать, что это то, что я показываю, вот лично мое мнение, если мой ребенок показывает эту фигуру пальцами, я считаю, что это его не сглазят, во-первых, во-вторых, это продвигает мой канал, шорцы, даже если шорцы там, где я вот так сижу, в панамочке, и глажу, например, киску, они так не продвигаются, как продвигаются вот такое, все смешное, такое не очень-то хорошее, поэтому не судите меня строго, и не пытайтесь как-то меня засунуть в рамки, я, поверьте мне на слово, я всю жизнь, да, живу в рамках, я росла в рамках, меня всегда воспитывали, что я нельзя, нельзя тому-то так сказать, если меня обидели, я должна подставить другую щеку, если у меня что-то кто-то украл, я должна заткнуться и сказать, а, это так надо, это меня так, это моя судьба, даже сейчас я живу всегда в рамках, что это мне нельзя, мне здесь где-то улыбнуться нельзя, здесь где-то станцевать тоже нельзя, да, это показать, например, это стыдно, да, вот, ну, я и так живу в рамках, поэтому я иногда позволяю себе, себе, да, в шорцах моих показывать всю меня такую, и то, что мой ребенок показывает фигуру пальцами, я не заостряю на этом внимание, потому что если на этом заострять внимание, а ребенку запретное всегда еще больше хочется делать, поэтому он подрастет, он все перестанет делать, он ходит в садик, да, и там этого полно-полно, да, вот, они, он приходит, он столько всего там учится, а каждому поголовно ходить, и каждой мамаши там говорит, не учи, не показывай, не делай, я не могу, потому что это вещают по телевизору, это они заходят на ютуб, это уже показывают, тик-ток, это надо уже просить тех, кто это все создает, чтобы они это все позакрывали, и опять-таки начали нас учить по книжкам, вот, я несколько дней об этом думала, и решила рассказать, что не думайте, что я такая последняя тварь, что я себя веду как-то к моему зрителю не очень-то хорошо, я каждого из вас люблю, не в том плане, что я вот сейчас лебезю перед вами, да, и хочу где-то как-то вас, это, как сказать, подлезать, да, чтобы с вами дружить, нет, я, многие, вас сейчас у меня сколько, 12 тысяч, да, и я даже половина вас не знаю, не то, что половина, я, возможно, я 100 подписчиков знаю, да, потому что там мое окружение, мои подруги, мои друзья, мои близкие, а остальных многих из вас я не знаю, поэтому я не могу сейчас говорить, ой, я вас люблю, это лицемерие, но я вас уважаю за то, что вы пришли ко мне, остались со мной, и каждый из вас мне дорог, а то, что если я буду там показывать, я же главное, это, в лицо не говорю, ну, что ты на меня смотришь, там, то, сё, или я где-то не хожу и не показываю пятую точку, я считаю, что если мой ребенок где-то показал такую фигурку неприятную кому-то, да, я не считаю, что это мое неуважение к зрителю, поэтому, дорогие мои, не судите меня строго, я вот реально такая, вы пообщайтесь со мной вживую, вы поймете, что, что у меня на языке, то у меня на уме, и то у меня на сердце, я вот, я как это, как говорят же про макашка, да, вот, ну, ой, я, короче, не лицемерию, я еще не такая мадам, которая научилась это делать, все, короче, излила вам свою опять-таки душу, спасибо вам, девочки, что вы со мной, те, кто меня знает, понимает, и, ну, я такая же, как и вы, что греха таить, такая же, как и вы, любой человек, он может все сделать, и показать, и сказать, и, короче, нету святых, вот, каждый человек имеет свое какое-то, это, свой какой-то маленький неприятный грешок, ну, не такой грешок, как это, ну, короче, девочки, вы меня поняли, я сейчас буду это думать, вдумываться, и сейчас буду забываться, поэтому не судите меня строго, оставайтесь со мной, просто, вот, просто дарите добро, и все, вот, вот, чем больше добра, тем будет лучше, все, золотцы мои, желаю вам мира, благополучия, тепла, я хочу у тем, у кого дождь льет, без конца, вот, я вот смотрю, Германию прям заливает, да, и каждый раз я прям молюсь, чтобы у нас тоже пошел дождь, у нас сегодня было чуть-чуть пасмурно, я подумала, о, будет дождик, но никакого дождя и не будет, жара, опять-таки жара, поэтому, девочки, кому нужна жара, я с вами с удовольствием поделюсь, отдам вам, если у нас сейчас 44 градуса, то я вам спокойно отдам 20 градусов, нам 34 будет идеально, ой, 34 говорю, 24, 24 для нас будет идеально, а все остальное я вам отправляю, и отправляю вам свою теплоту, если кого-то обидело, прошу вас, не обижайтесь, живите по-простому, без обид, а все, что у меня в дальнейшем будет происходить, я буду вам показывать также, сейчас буду продвигать свой заказ, надеюсь, что я его в скором времени закончу, и хочу еще мастер-класс по нему снять, потому что изделие стоит того, чтобы снять мастер-класс, все, куколки мои, давайте, смотрите, ой, оставляйте ваши комментарии, если вы вдруг на меня не подписаны, то подписывайтесь, и пишите, а, и ставьте лайки, все, хорошие мои, пока-пока,